Ну вот, прошло 5 лет с тех пор, как я начал регулярно приезжать в Украину и заниматься здесь разными делами. Ну, 5 лет тому назад в основном разговор шел о войне, сегодня, через 5 лет у нас в основном идет разговор о выборах в Украине. И это прекрасно, что за 5 лет Украина смогла сохранить свою независимость, что люди могут дискуссировать, могут выбирать и до сих пор не знают, кто же все-таки будет в Украине президент. И это есть такой один из самых главных факторов демократии. Да, это не очень красиво, когда все ругаются, когда в парламенте кидаются, плюются, когда президент хочет одно, а ему не дают это делать парламент и народ другое, когда идут протесты. Я понимаю, что это непривычно в этом районе для людей, им кажется, что это беспорядок и хаос, но в этом и заключается сам фундамент демократии. Если вы посмотрите после выборов в Соединенных Штатах, когда выбрали президента Трампа, сколько у нас было протестов, сотни тысяч людей высыпали на улице и говорили, нет, это неправильно, он не наш президент. И до сих пор импичмент, 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 полстраны этим недовольны. Как сказал Уинстон Чёрчилл, две вещи нельзя смотреть. Нельзя смотреть, как делаются законы в парламенте, в политику парламента и как делается колбаса на мясных заводах. Это две очень противные вещи. Конечно же, есть другой выбор, это иметь стабильность и вертикаль власти, как у вашего большого соседа. Но выбор украинского народа не таков. Вы сумели сохранить вот эту независимость, сумели сохранить вот эту демократию, не дали стране развалиться, не легли под Российскую Федерацию. Хотя все сохранили все демократические институты и даже большие, не только местные, но и иностранные институты. Поэтому и выборы идут в таком темпе, потому что все участвуют в этом. Хотя в той ситуации, в которой находилась Украина последние пять лет, было очень легко избавиться от этих демократических институтов. В России, например, как мы видим, при любом теракте или опасности теракта, причем непонятно, кто его создал и зачем он случился. В вертикале власти все жестче и жестче становилось. И демократических институтов практически вообще нет, ни местных, ни иностранных. Поэтому ситуация в России такова, что там стабильная и народ не волнуется идти голосовать, не идти голосовать. Им уже примерно сказали, за кого голосовать и поставили им тот выбор, который им нужен. Не надо много думать об этом, ругаться или спорить и ссориться даже с родными и близкими людьми. Все решено за них. Поэтому я считаю, что за пять лет Украина сильно продвинулась вперед к цивилизованному миру. Хотя я понимаю, опять же, еще раз повторю, что здесь местное население думает, что это хаос, что им это непривычно жить в такой политической атмосфере. Да, много народа уехало работать и учиться за границу, но я опять же переживал это и видел, как это происходило в Польше. Потом большинство возвращается, возвращается с деньгами, с образованием, с опытом. Уезжают люди отсюда не потому, что они не любят свою родину, не потому, что им надоело, не потому, что они себя чувствуют в опасности. Они едут, потому что им нужно заработать деньги на жизнь. Но они остаются украинцами. И ничего тут, вот я лично плохого не вижу. Это один из инструментов прогресса. Насчет голосования, конечно, это очень важно. Я считаю, что люди, опять же, не привыкли. Они все время хотят найти, кто лучше. Никогда не найдешь, кто лучше в политике. В политику вообще, особенно в президенты или в парламенты, тут люди, которые, я считаю, не лучшие. Нормальный человек вообще бы туда не лез. Это не для нормальной психики. Поэтому, если искать, кто лучший или кто хороший, то вы никогда его не выберете, потому что такого человека не существует. Нужно выбирать того, кто не самый плохой из всех плохих, как бы так сказать. И, как говорил Уинстон Черчилл, что это, конечно, самое худшее, самое противное управление страной, державой, выбирая так власть. Но это самое худшее по сравнению со всеми остальными. Все остальные еще хуже. Поэтому выбирать кого-то нужно. Я очень часто здесь сталкиваюсь... Ну, это не только имеет отношение к Украине или к украинцам. Это везде. Народ везде. Везде люди примерно одинаковые. Они говорят, мне не за кого голосовать. Вот некого выбрать. Нету хорошего кандидата. Это такая небольшая трусость. Это вы передаете свою ответственность за это, на кого-то другого перекладываете. Чтобы они шли и проголосовали за вас. В России они часто говорят, там лучше знают, за кого голосовать. У них чуть-чуть другое подходит. Они говорят, там лучше. Там наверху они лучше знают, кто может управлять страной и державой. Поэтому голосовать, я считаю, нужно. Я очень часто, вот даже недавно, я столкнулся с человеком. Но это происходит везде. И часто происходит здесь, где мне говорят, что правительство должно решать. Правительство должно бороться с коррупцией. Правительство должно обеспечивать раненых солдат. Правительство должно обеспечивать пожилых и детей, и больных людей. Правительство должно делать то. Правительство должно делать, почему они не сделали это. А вот я там на Донбассе или в Крыму потерял все. Меня отняли все. Отняли бизнес, отняли жилье. И у меня всегда к ним вопрос. А вот вы что по этому поводу сами сделали? Вот для себя. Да, правительство вам должно, но оно вас не обеспечило этим. Вы что сделали, кроме того, что вот ныть? Может быть вы организовали восстание вооруженное, может быть вы организовали отряд партизанский, может вы просто как-то протестовали, выходили на улицу или еще что-то. Вы сидите в дорогом ресторане, в дорогом костюме и мне говорите, как вас обманули. Это происходит везде. Вы думаете, что в Америке правительство все предоставляет? Да, оно обязано и обеспечивать многим, но очень часто это не делает. Это зависит от гражданского населения, от гражданской ответственности населения, в котором участвуют церкви, синагоги, разные благотворительные фонды. Для чего они существуют? Волонтеры. Чтобы помогать вот это тем, кого правительство не смогло обеспечить, тем, чем обязано обеспечить. И ответственность. К сожалению, я знаю таких многих людей здесь, но с другой стороны, я знаю других. Я часто говорил о этом человеке, это мой хороший товарищ. Он был командиром, киборгом в аэропорту в Донецке, раненый, покалеченный, приезжал ко мне в Америку. Только вот я никогда не слышал, чтобы он или его товарищи, которые там были, я некоторых из них знаю, общаемся, чтобы они когда-нибудь жаловались или скулили и говорили, вот мне должны, мне то должны, а мне не дали то, не дали это. Они идут и сами делают, берутся и сами делают. Они не пытаются чего-то требовать от правительства или еще от кого-то. Они в первую очередь требуют от себя. Вот каждый должен требовать от себя. За пять лет, как интересно, я недавно столкнулся с коррупцией, вот лично я столкнулся с коррупцией. Вот ко мне подошли и сказали, если вы хотите это, то надо отблагодарить этого. И я был немножко в шоке, я не так был расстроен, что я столкнулся с коррупцией, как я был в шоке, что я столкнулся с идиотами, которым даже было лень в гугле набрать мое имя и проверить, кто я такой, и зная, что ко мне с такими вопросами подходить нельзя, с неприличными. И вот я сижу и думаю, как и что я должен сделать, чтобы с этим бороться. Хотя я не гражданин Украины, и мне как бы все равно, мне это не очень-то нужно. Но вот я столкнулся, я встретился с этим и теперь должен принять решение, что я как человек ответственный, как человек, который сидит все время перед камерой и говорит, как украинцам нужно бороться с тем, с чем очень тяжело бороться, что я должен сделать как индивидуум. Но думаю, что потому что я считаю, что каждый должен начинать не говорить, что президент или что парламент или что губернатор должен делать для вас, а что вот я сам могу для этого сделать, начиная с самого себя. И я считаю, что хорошее начало было таково, если вы не идете голосовать, то тогда знайте, что морального права у вас жаловаться и ябедничать и быть недовольным власти нету, так как вы не пошли, не проголосовали, не отдали свой голос, не использовали то, что вам дано бесплатно. За это заплатили ваши солдаты, которые погибли совсем недавно, лучшие из лучших, чтобы вы могли пойти и проголосовать. Если вы не используете это, тогда морального права у вас жаловаться на что-то нету. Так что всего хорошего, чтобы все проголосовали за того, за кого они хотят, чтобы все в Украине было отлично.